МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Зеленогорске открылся школьный технопарк. Учащиеся образовательных учреждений осваивают новый предмет – лего-конструирование и робототехнику. Это новая функциональность зала. Это зал, допустим, у них делового чтения. Вот как бывший читальный зал. Библиотека истоки изменятся до неузнаваемости. Преображения станут возможны благодаря сетевому проекту модернизации муниципальных библиотек в крае. В этом году учреждений счастливчиков оказалось шесть, включая истоки, учитывая, что в регионе больше тысячи библиотек для дубиницев – это крупный успех. Сотрудники освобождают от конекомнат и готовят фронт работ для строителей. Вскоре здесь начнет трудиться дизайн-группа «Арт-стиль», которая разрабатывает проект внутренних работ. Проект предусматривает не только преображение помещения, поменяется и суть работы библиотеки. После модернизации появится зал деловой, литературы и конференц-зал, специальное оборудование, современное мебель и компьютеры со свободным доступом к интернету. Помимо своих библиотечных функций, библиотека будет играть роль социокультурного объекта. Это будет такая площадка, где люди со своими инициативами, со своими творческими затеями могут презентовать свои начинания. Поэтому мы надеемся, что жители поселка и города по достоинству оценят наши изменения и тоже будут активно принимать участие во всех мероприятиях. Первый значимый этап проекта уже выполнен, отремонтировали кровлю. Фасад здания также подлежит ремонту. Реконструируют холл и вход. Строители возведут пандус и расширят дверной проем, чтобы маломобильные люди и мамы с колясками могли легко попасть в библиотеку. Мы надеемся, что с изменением работы в нашей библиотеке, с приобретением нового оборудования, изменением дизайна, что людям будет интересно прийти в новую библиотеку. В модернизацию библиотеки вложат почти 9 миллионов рублей, в том числе почти 2 миллиона софинансирования из местного бюджета. Открыть обновленное учреждение планируют весной следующего года. Но на протяжении реконструкции здесь продолжат принимать читателей. На ремонт библиотека закроется в конце осени, примерно на месяц. Но для любителей книги в нескольких социальных учреждениях поселка на этот период откроются передвижные пункты выдачи литературы. Железногорск реализует программу «Шахматы в детские дома». Закрытый город единственный в крае вошел в число участников благотворительного проекта Шахматной Федерации России. Заявку подала детская юношеская спортивная школа «Смена», точнее ее шахматная школа совместно с домом-интернатом. Поэтому в город пришли доски, комплекты фигур, шахматные часы и учебная литература. «И вы знаете, у нас ведь месторасположение нашей шахматной школы, но мы совсем рядом находимся с детским домом, поэтому мы живем дружно, взаимодействуем. Мы по договору о безвозмездном пользовании, мы предоставляем детскому дому одну из комнат в наших помещениях. Ну и самое главное, наши тренеры работают с ребятишками. Ну а о пользе шахмат, я думаю, даже в принципе лично излишне говорить». Дети-сироты занимаются в шахматной школе второй год, устраивают праздники и турниры. Закрепилось, по словам тренеров, человек 10-15. Трое из них попали в группу приглашенного в этом году из Новосибирска мастера-тренера международного уровня. Сразу отмечают, научились думать на несколько ходов вперед, записывать партии и применять сложные комбинации. «Вообще я всегда хожу ферзью на диагональ под короля. Когда открывается король, я открываю ферзь и хожу по белому диагонали и делаю шах. Но противник шах закрывает и придется дальше бороться». «Здесь логика, большая умная логика. Здесь, чтобы хорошо играть в шахматы, нужно математику, хорошо знать физику». В этом году ребята из детского дома уже участвовали, правда, вне конкурса в городском турнире по шахматам «Белая ладья». Это были их первые соревнования. В минувшие выходные ездили на благотворительный турнир в Красноярск. Это, говорит один из тренеров, даст им уверенность на соревнованиях любого уровня. «Сейчас задача Российской шахматной федерации – все регионы охватить. Вот к концу года они должны. Потом будут соревнования проводиться в детских домах». Пока дети тренируются на инвентаре шахматной школы. Полученные в рамках проекта доски лежат на складе детского дома. Есть планы оборудовать в интернате шахматную гостиную. И с помещением уже определились. Осталось найти средства на его ремонт. Сконструировать жирафа, кота, черепаху или крокодила – этот урок совсем не похож на обычный. Школьникам здесь разрешается работать вместе, вставать со своих мест и даже шуметь и разговаривать друг с другом. На каждой парте наборы конструкторов пока с крупными деталями, которые предназначены для тех, кто только начинает осваивать лего-конструирование. Эти занятия не входят в обязательную школьную программу и являются дополнительными, поэтому проходят во внеурочное время. Ученики работают с азартом, стремятся сделать быстрее и не так, как у всех. К тому же, сами выступают и в роли учителей. Специальная экспертная группа оценивает каждую модель, а после дает ученикам новое задание. «Сначала по схемам делают задания, проходят у них также и творческие задания. Сегодня у нас обычно по средам такие соревнования проходят. Вот как раз вы попали на соревнования». «Это развитие пространственного воображения, это развитие математических способностей, потому что мы проходим геометрические фигуры на начальной стадии занятий, то есть дети знакомятся. Также они знакомятся с формой, объем начинают чувствовать. Ну и шестой класс уже законы механики даже к физике уже готовятся». Подобные лаборатории с новым учебным годом появились абсолютно во всех школах Зеленогорска. Занятия проходят для учеников разного возраста. Сегодня в 175-й школе урок у первоклассников. Мини-технопарки являются филиалом Большого центра технического творчества, который 1 сентября открылся в 174-м лицее. К слову, лицеисты уже не первый год постигают азы конструирования. Здесь и раньше существовал класс робототехники, поэтому у педагогов школы самые большие методические наработки. Уроки проходят по особой системе, которая приносит свои плоды. «Учатся, так скажем, вначале на кирпичниках. Правильно делать кладку, делать какие-то фигуры. Ну, например, вот елка. Это четвероклассница сделала. У ребенка уже есть склонность к проектированию, объемному мышлению, созданию объемных фигур. По сути дела, скульптор». Сам педагог подчас не знает, как это сделано, потому что готовых схем ребятам не дает, тем самым подталкивая их к размышлению и собственному творчеству. «Мы сегодня делали крепость, и мы решили с Катей сделать сегодня такое как бы кафе. Стоит столик, три небольших стульчика и такой как бы маленький диван». Появление Центра технического творчества открывает перед учениками еще большие возможности, особенно перед старшеклассниками. В школьном технопарке, которых пока единицы в Красноярском крае, с помощью электрохимического завода приобретено уникальное оборудование. Оно позволяет строить не только управляемые машины, роботов, но и создавать различные объемные модели, предметы или детали с помощью 3D-принтера. Очередную партию нового оборудования в лице ожидают в самое ближайшее время. Технопарк пополнится фрезерным станком, который позволит работать с металлом, деревом и с другими материалами, а также еще одним 3D-принтером и промышленным 3D-сканером. В Бонисейске прошел 13-й региональный инфраструктурный проект «Новый фарватер» Северной зоны. На протяжении двух дней участники проекта посещали различные мастер-классы профессиональных специалистов по многим областям знаний и поделились своим опытом с ребятами из других территорий. Ученика 10-го класса казачинской школы Ивана Павлова уважают в селе, так как юноша разрабатывает проекты, которые направлены на благо жителей своей территории. Я сам реализовывал проект «Велопарковка», писал проект, выиграл, мне его одобрили, реализовал в октябре. Одновременно с защитой флагманских программ на Инисейском танцполе сошлись лучшие танцоры в стиле брейк-данс. Между участниками состоялся конкурс по номинациям «Стрит-дэнс» и «Дэнс-холл». Коллективы Инисейского района «Эйуан» всего год. Все участники с разных населенных пунктов. Среди них есть ребята, которые живут в Инисейске и в селе Озерное. Но это не мешает делать одно большое дело. В нашем коллективе очень яркие ребята, которые не стесняются, зажигают. И думаем, что мы очень такие позитивные. От Лисосибирска в номинации «Стрит-дэнс», как всегда блесяще, выступила группа «Кьюинстайл». Ежегодно новый фарватер несет тематическую направленность. В этом году он посвящен году российского кино. На закрытии северного фарватера перед участниками выступили руководители флагманских программ. Им предоставлена честь объявить победителей в своих номинациях. Также гостей мероприятия встретил глава города Инисейска Игорь Антипов. Молодежь – это наше будущее. Это самая главная ценность нашего времени, нашей страны, ну и нашего города. Всем хочу пожелать, несмотря на то, какие будут результаты, не вешать носа и работать, работать, работать и добиваться поставленных перед собой целей. На галоконцерте подвели итоги северного фарватера. Лучшим в зачете среди районов стал таймырский Долгано-Ненецкий район. Среди городов третье место у города Инисейска. Вторыми стали норильчане. И время подошло узнать, какая территория признана самой лучшей. Диплом за первое место, кубок победителя, сертификаты на Тимбирюса и денежный сертификат на 100 тысяч рублей вручается... Побеждают город Лиссосибирск! Из 16 номинаций Лиссосибирцы лидировали по 11. Это результат большой сплоченной команды, которая на протяжении три года активно работала и успешно реализовывала молодежную политику на своей территории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова